В такие холода, которые наступили сейчас, гаишники не рекомендуют без дела лишний раз отправляться в дорогу на автомобиле. Но когда немножко распогодится, можно сесть за баранку и можно попутешествовать по Уралу. Это на самом деле очень интересно. Сегодня у нас в гостях Марина Чеботаева, человек, который путешествовал много, я так понимаю, по Уралу, и даже стал автором книги, или даже двух книг «Урал. Бесконечный драйв», в котором собраны автомобильные, не только, наверное, автомобильные, пешие маршруты по Уралу. Здравствуйте. Доброе утро. У нас очень много вопросов накопилось. Посмотрели мы эти книги, прямо-таки скажем. И скажите, пожалуйста, вот вы лауреат премии Сенкевича за лучшую публикацию про Россию, про Урал в России, я так понимаю. И первый же вопрос, насколько это уникальное вообще событие для нашего региона? Я считаю, что это очень классно. Классно. Премия вручается с 2002 года, и только в 2011 году книга о путешествиях по Уралу стала лауреатом номинации «Лучшие путешествия по России». А готова она была когда уже? Она была презентована на Инопроме. Скажите, каким образом составлялась эта книга? Вы сидели над картой, смотрели фотографии в интернете, либо в машине, и сами вот все эти 52 маршрута, собственно, опробовали, протестировали? На самом деле маршрутов в книгах не 52, а 104, потому что есть две книги, и все эти маршруты мы проехали с нами. Конечно, сначала мы выбирали самые красивые места, но для того, чтобы точно по маршруту доехать до места, мы проехали все маршруты сами. То есть это, я так понимаю, еще и не все маршруты Урала, вы выбрали самое-самое лучшее? Урал, вы знаете, протягивается с 2500 с севера на юг и примерно 500-700 километров с запада на восток. Поэтому красивых мест на Урале много. Лично я знаю примерно 500, но я уверена, что это не все, что есть замечательного на Урале. Скажите, а вот вы говорите такой длинный Урал, на самом деле, вот в вашей книге, насколько он охвачен? То есть откуда с юга, от самого Казахстана и прямо вот до Обской губы или как, вот где? Ну пока нет, мы сейчас, самый северный маршрут это Северо-Уральск, главный Уральский хребет и Мальпапунер. И самый южный хребет, самую южную, южная часть это Башкирия. То есть можно сказать, что тема автопутешествий пока еще не исчерпана? Конечно нет. Третья книга, мы собираемся, она будет называться так, «Уральский характер. 52 знаменитых уральца». Если вы посмотрите в интернете, что такое уральский характер, вам станет страшно. Оказывается, уральцы это угрюмые, недоброжелательные, закрытые люди. Да, да, мы такие. Господин Жириновский тут недавно выступил с нелестной характеристикой уральцев. Поэтому я считаю, что мы не такие абсолютно. И наша задача показать, какие на самом деле уральцы. Самостоятельные, свадбодолюбивые, открытые, умеющие дружить. Показать кому? Вот я обратил внимание у вас на нескольких языках. Китайские иероглифы я увидел, английские, да, еще какие есть. И для кого это, собственно, на кого рассчитано? Ну, во-первых, с этой книгой действительно путешествуют и немцы, и китайцы по Уралу. Самый лучший комплимент, который я получила, все, у кого есть эта книга, все ее хвалят. От одной немецкой подруги. Она сказала, ты знаешь, с этой книгой я уверена, что я к вечеру доеду туда, куда я хочу. А для иностранцев, которые ездят по стране, где нет объявлений на иностранном языке, это очень важно. Но и, кроме того, если у вас иностранный партнер или друг спрашивает, что такое Урал, очень легко открыть книгу, показать красивые фотографии, и тогда он сразу понимает, что такое Урал. Чаская презентационная книга. Что касается, вот как раз про немку вы сказали, чем ей полюбился Урал? У вас был какой-то разговор вот на эту тему? У меня очень много сегодня, и благодаря этой книге очень много сегодня иностранных друзей. Но самый большой друг Урала, это наш Герхард Херинг, который приезжает на Урал примерно 4 раза в году. Он был уже на Таганай, он был в Зюраткуле, он был на Тальковом озере и так далее. И он написал предисловие к первой книге. Он там написал, если вы хотя бы один раз побываете в этой горной стране, которая соединяет Европу и Азию, вы захотите сюда возвращаться снова и снова, потому что Урал прекрасен в любое время года. Вот ваша книга своего рода путеводитель. И я так понимаю, что прежде чем составлять, вы наверняка смотрели несколько путеводителей. Вот я знаю, что иногда берешь карты автомобильные или даже GPS-навигатор, но вот не совпадает с реальностью. То есть на карте дорога есть, реально ее нет. На GPS-мост есть, вообще этого моста нет. Вот вам в ваших путешествиях приходилось сталкиваться с какими-то такими нелепостями? В общем-то да, поэтому мы ездили по этим маршрутам, чтобы те, кому мы рекомендуем поехать, не попали в такую жуткую ситуацию. То есть вот здесь все проверено? Здесь все проверено. На себе? На себе. И скажите, пожалуйста, планируете ли вы еще какую-то серию именно краеведческой книги? Мы поговорили о том, что будет книга 52 Уральца, а вот именно краеведческая литература, которая будет заявляться также на премию Сенкевича. Ну, во-первых, эти 52 Уральца, книга 52 Уральца, она будет тоже краеведческой, потому что там будет написано «Приезжайте к нам в гости». То есть каждый из этих Уральцев будет рассказывать о любимом своем месте. Кроме того, мы начали работу над проектом, где по маршрутам ездят фирмы. Для сегодняшних предприятий уральских очень важно иметь хороший презентационный подарок. Если коллектив фирмы проедет по маршруту и в книге разместит свои фотографии, то в этом случае этот подарок коллективный будет у него в руках. Ну и хорошо, еще один вопрос у нас есть. Можно от меня вопрос? Давай, от тебя, потом от меня. Вот я знаю, что многие люди зимой несколько боятся ездить на машинах, особенно далеко. В вашей книге есть маршруты, которые расположены где-то поблизости, вот от Екатеринбурга или там, ну, от других уральских городов, чтобы не надо было куда-то ехать там далеко, Челябинскую область, Пермскую, а где-то рядышком? Все маршруты разделены на три части. Первые – это короткие маршруты. Если у вас есть 4-5 часов лишних, вы можете выехать из Екатеринбурга и что-то замечательное посмотреть. Не обязательно в субботу-воскресенье. Следующая часть – это дневные маршруты. Если у вас есть один день свободный, вы можете поехать и посмотреть за один день что-то. Ну и, конечно, самые интересные маршруты – это маршруты выходного дня. В этом случае вам придется ночевать где-нибудь в Челябинской области, в Пермской или в Башкирии. Ну и последний вопрос, завершающий нашу беседу. Ваше любимое место. Вы проехали все 104 маршрута. Вам больше всего что запомнилось? Мне больше всего запомнился север Свердловской области. Это север Уральск, Жигаланские водопады, главный уральский хребет. Я рекомендую посетить всем. Но это вот как раз из долгих маршрутов, я так понимаю. Да, из долгих маршрутов. Спасибо большое. Марина Чеботаева, автор-составитель путеводителей по Уралу. Урал-бесконечный драйв была у нас в гостях.